всем привет не холодно потому что выехала из дома еду сейчас за левоном у нас сегодня понедельник замученная выгляжу после работы только чуть-чуть отдохнула дома даже обед не успела сварить сейчас еду за левоном потом заберу его и сразу же в другую сторону ехать далеко короче буду сейчас начисто разъезжать только за люлисом и за замуэлем поеду уже погода мерзкая 4 градуса и дождь идет сейчас под одеялом камень я уезжала сейчас слава только с работы пришел а я поехала короче я раздевалась он одевал не наоборот пришел раздевался я одевала вот одела зила куртку то не будет я сижу я еще включила у нас эти передние передние сиденьки они обогреваются спина и попа короче к степи цена вот сейчас только начинает берет так классно и это кто-то передний правда дети всегда возмущаются так нечестно только у вас греется у нас не греется но отопление в машине то тоже еще есть но вот именно сиденьки только передние обогреваются ягра чего вам это даст если у вас там вы сидите на этих поджелтниках как слава на них говорили специальность подушки такие для детей ну льюис уже не надо замулю еще у него пять сколько там сантиметров не хватает у нас туда не хочу соврать или метр сорок или метр пятьдесят по моему надо иметь возраст я помолу надо или двенадцать лет чем ребенку вашу из этого сидеть можно было без этой подушки или метр пятьдесят роста мете на тузам или метр сорок пять если они короче у него чуть-чуть не хватает я говорю да блин полицей а я говорю естественно но это они все не будут же мерить мерки пять сантиметров не видно но все равно он сидит спокойствие на этой подушке поэтому сидит а льюис уже без вот я вот еду сейчас за левом ой так хорошо теперь греется когда эту машину покупали у нас предыдущая тоже была вот с обогревом а здесь у нас кожаные эти я говорю славе обязательно обязательно только в машину покупать только чтобы обогревались эти сидушки на той машине правда у нас был сначала шаран там можно было ставить температуру можно было там один два три четыре пять по моему пять этих всяких ступеней было можно было бы самой регулировать а здесь или включить или выключить нельзя делать меньше больше я помню с подружкой ну не подружка соседка бывшая с ней куда-то ехала она в моей машине сидела и поехали с ней или в магазине куда-то не знаю короче с собой взяла и я у нее включила ну как было включено включено я не специально включила тоже вот такая вот погода была с магомом и я включила и она такая сидит разговаривать разомолчала и сидит такая такие глаза я говорю чё то она хочу у вас обогревается я говорю да она говорит фут ягод я думала я в штаны ссу говорит я так смеялась но она так потихоньку начала нагреваться и она думала как я думаю я думаю в штаны в штаны вот мы дружались ой я сейчас заболтаюсь и не туда поеду я уже один раз тоже к сестренке поехала на автобан ну врачи надо заворачивать у меня времени мало мама вчера мне написала говорит во сколько ты гадалиона приедешь я говорю в два она это говорит можешь три приехать я говорю нет самое поздно без пятнадцати три я говорю мне надо успеть в другой город поехать я говорю за детьми потому что дождик дождик не хочу чтобы они на автобусе домой ехали могли бы конечно ну зам он немножко так простыл сегодня ночью ночью хорошо спал но в четыре часа проснулся и сидит как привидение мне аж страшно стало мама мама я говорю чё такое напугалась он показывает на нос я говорю чё я говорю иди он послал уже встал я говорю иди к папе пусть он тебе будет наваживать у них там масло он не любит когда слава ему тут нажат я говорю ну тогда хоть сюда говорю на это на маечку или там на пижаму сделает я говорю чтобы инвалировать и слава мне сейчас говорит а он напугался слава сделался в наушниках перед компьютером там 15 минут до работы выезжать надо было я он сидел немножко перед компьютером уже и говорит сижу так вот смотрю слушаю и замы как привидение встал как передо мной у меня говорит ну вот сюда вот так вот пальцем слава напугался он говорит ну что у него эти сопли слава пошел говорит нажмите раз говорит быстро так помазала ему сюда и он потом пошел лег а потом я смотрю ну в зале потом в последней части так вот если я это сам в зале ложимся уже там есть полчаса остается там чтоб встать и смотрю он вот так лежит нюхает у себя вот этот чтобы инвалировать потом вижу что не может никак опять уснуть я говорю что этот спрей сделает в нос он говорит ну-у-у-у а люис у нас наоборот он лучше питьевое масло везде и всю всюду помажет но это спрей в нос это для него ужасно сам это уже вообще если дышать не может тогда он запуститься он терпеть не может я тоже не могу я вот если мне надо спрей в нос сделать то я держу его 10 часов пока я один раз брызну я ужасно тоже не могу его это не ну не могу не знаю неприятно и так у нас люис а заново спрей только так только ему надо самому делать если я ему говорит я сам я сам ну набрызгала потом все вроде прочистил ну как потом нормально дышать потом еще немножко 15 минут затремал потом я их уже разбудила завтрак сделала им они всегда позавтракают оденутся и опять ложатся и усыпают на минут 10-15 но опять их надо будить куртки эти обувь одевать они пока раскачаются и быстрее сейчас автобус уедет перед носом , а мне надо же на работу ехать поэтому вот всегда торопить 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 Теперь мне еще в четверг с 8 до 12 отработать и в субботу, в воскресенье, в воскресенье у нас закрытый магазин, в субботу с 6 до 9 утра, с 6 до 7 мы сами там, магазин только в 7 открывается, но вот в 6 там пока все это, как его называют, овощи, фрукты разглаживаем, раскладываем, расставляем там везде и потом как раз вот к 7 успеваем это все сделать, иногда не успеваем, если конечно вовремя придет эта машина с товаром, бывает, что придет к 8, иногда был к 9, а потом целая куча народа, в субботу ужасно много народу сюда, и вот толпятся там все, и ты с этими ящиками будешь там не пройти, не проехать, зли все всегда из-за этого. Вообще сейчас столько много в этих новогоднего всякого там, и весь магазин заставлен, и проходы, иногда вот проезжаешь с этой тачкой, чтобы ну вот это вот поле это полное там с товарами, не проехать прям, вот миллиметр тут, миллиметр там, там ужасно. Я если не могу, я этому своему начальнику говорю, помоги мне, я говорю, я не могу, он говорит, я же не виновата, я говорю, я же тоже не виновата. Так что вы такие, ой, а теперь все, я сейчас спать хочу, теперь тепло в машине, еще подогревается, но сейчас чуть-чуть я выключу, а то вот он чересчур. Жарко. У меня тоже что-то нос, не знаю, или простыло немножко, или олегкило. Ой, спать, сейчас спать хочу. Вот такая погода, только спать под одеяло. Я вот сейчас пришла, у меня час еще был времени, дома никого, тишина, и я на диван, вот под одеяло, так хорошо, так не буду вставать было. Славе говорю, давай, там у нас там курочка осталась, ой, я сейчас в туннеле еду, поэтому тепло. Ну, главное, что слышно. И это, я говорю, курочку вон там доедай, которую он грылил, вчера мы мало ели, а после позы вчера осталась, там половину курицу. И я говорю, можешь его доесть, я говорю, я ничего не хочу. И он говорит, нет, я только спать хочу. Тоже я говорю, ну давай, я говорю, поспи, я говорю, сейчас вот полтретьего, через час уже надо будет быть в школе. Я говорю, в четыре мы приедем, через полтора часа я говорю, полчасик где-то, я говорю, может быть спать, и потом, пожалуйста, растопить камин, чтобы было тепло. Я вот заметила, если я чересчур вот устала, я прихожу, меня тогда так морозит, хотя дома вроде не холодно, но мне так холодно, мне трясет прямо. Это вот именно когда вот переутомленная там или сильно там физически работала и устала я прихожу, и тогда мне всегда трясет меня. Сейчас по горе я буду ехать. Лена, она с сестрой-то живет на горе немножко. С одной стороны красиво, а вот когда ты зимой едешь, снег, головой открывает, это очень-очень опасно, но на горе еще и вот так вот едешь. Сейчас где-то тут уже сорок лет, сколько можно будет ехать. Теперь два дня можно отдохнуть. Но я быстро отхожу, я вот устаю, вот поэтому мне эта работа и нравится. Я вот даже физически, я вот сюда еще когда у зубного, у глазного работала, я приходила домой, я не так физически уставала, ну физически вообще не уставала, там больше сидишь или там ходишь, ну тяжело, ничего же не надо поднимать там. Но я уставала, я вот честно говорю, я уставала намного-намного-намного больше, и я отходила очень долго от этого. Ну я и работала, конечно, больше, я работала каждый день, у меня только среда была выходная. Когда я вот выучилась, у меня в понедельник тоже среда выходная, и потом 4-пятницы работала. И я и выходные была, потому что это не физическая усталость, а морально уставала больше. И с пациентами там, и с врачом бывало тоже не очень у нас были, ну мы, мы, на, я работала я и еще одна коллега моя, коллега. Она до сих пор уже там еще-еще работает, и сейчас их, конечно, намного больше, но тогда мы вот вдвоем и два врача, муж и жена. И мы вообще не понимались с врачами. Всегда такое ощущение было, что они против нас, а мы против них. Ну короче, я домой приходила, и там и пациенты бывают такие вредные попадались, какие-нибудь там тоже. Короче, мы были между пациентами и врачом. Врач говорит, делать так, а пациентам, конечно, это не нравится, они на нас давят, что как это так, вот там, например, термины давать или еще что-нибудь. И вот мы были между, с обоих сторон нас давили. Он там говорит, вот скажите так, и так, и так, и так, и все, говорит, не все равно, что они. Мы идем, говорим, они на нас орут, как это, начинают на врача возмущаться. Вот нет, чтобы, мы говорим, вот когда уже вообще, вот я несколько раз была так, что я уже вообще не знала, что говорить. Я шла к нему, я говорю, идите вперед, и сами говорите это пациенту. И он, это, бывало, вот такое красное лицо, когда он что-нибудь там скажет, или, потому что ему это не нравилось, ну не мне, а пациентам скажет. Я говорю, вот так, а нам, говорю, каждый день мы с этим и сталкиваемся. Короче, это там, это намного-намного хуже потом от этого отдыхать, чем вот физически. Сейчас я проработала, пришла домой, все, отдыхаю, и все, и свободная. Отдохнула, завтра я уже как будто ни в чем не бывала. Вначале, конечно, я дольше отходила, а сейчас я быстро отдыхаю. Вот это физическая работа, вот я уже и приехала. Надеюсь, они пообедали, или он хотел обязательно здесь пообедать с своими двоюродными сестренками. Все, мне надо торопиться бегом его забрать, сейчас идти и ехать сразу же назад. Не назад, а зайдись мне в школу. Тут так пусто парковаться. Все, потом переключилась. Вот я уже лево насобрала только что. Уже я опять в туннели еду, уже едем назад. И он, с одной стороны, обрадовался, с другой стороны, ой, мама, что ты так быстро? У меня голод сейчас такой. Мама накормила меня еще быстро. Ну, я приехала, и мы как раз там дети поели только что, и она стола убирала. И мне так кушать захотелось. Я дома не поела, не успела. Ну, и аппетита что-то не было, а вот там вкусно так было. И я говорила, ну, давай быстро, времени нет, быстро-быстро. И торопилась, и подавилась, как не знаю кто. Я так подавилась, но до сих пор не могу это... Мама мне постучала по спине, и пить попила, и все равно. Я не то что едой подавилась, мне племянница подошла ко мне, что-то мне сказала. Я ей быстро хотела ответить, и вдохнула это. Не еду, а слюной больше подавилась. И вот до сих пор у меня тут сидит. И теперь торгуюсь. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Вот такая вот жизнь в Германии. Все быстро-быстро. Везде стресс. Видите, какая у нас погода. Небо серое. Вот тут тоже магазин, такой, в котором я работаю. Но это не здесь я работаю, это другой город. Или поселок другой. Но тоже магазин на этом. Немножко вам поснимаю. Здесь я, по-моему, никогда не снимала. Сейчас мы будем проезжать. С правой стороны будет русский магазин Mixed Act, в котором мы всегда ездим закупаться. О, сейчас мы ездим закупаться. Он счастливый, мама говорит. Они там долго передачу какую-то смотрели. А, голос в Германии. Как в России есть голос, и в Украине есть такая передача. И вот у нас в Германии сейчас идет это. И вчера уже с мамой переписывала. Вот заправка. И за заправкой сразу вот синий, синий этот, стоит Mixed Act. Видите? С правой стороны вот. Вот Брази. Вот с правой стороны. Мало машины, никого нет. Что я хотела? А, мама переписывалась вечером. Она говорит, когда спрашивала, когда Илья у нас забирать. Когда я приеду. Что я хотела сказать? Что я хотела сказать? Что я хотела сказать? Что же я хотела сказать? Наверное, не важно было. Ладно. Забыла. А, что Леон долго не спал. Сколько мы уже? Наверное, в одиннадцатом часу. Льюи сам, он уже давно спал. Я говорю, спит ли он уже? Она говорит, нет. Говорит, хочет до конца досмотреть этот голос. Ну, говорит, сейчас мне рассказывает, что уже последние там две песни. Говорит, уснул, вырубился. И он с ней в кровати спал. Потому что он, они... Ну, а я уже рассказывала, что они втроём всегда спят. А тут, так как он один, он боится один в кровати в спальне. Поэтому мама его к себе взяла. И мы вместе спали. Она говорит, так спокойно. Говорит, спал. Говорит, только утром. Говорит, как будто бы не шевелился вообще со мной. Только вот открывается. Открываются они у нас все ночью. Все трое. Еще пижаму не хотят одевать. Спят в трусиках, в маечках. И в этом... Одеяло вечно. Гуляй за мной, они уже, если холодно, они накрываются. Лео редко. Он вот так вот весь крутится в комочек. И вот спит вот так. Ножки под... Подожмёт под себя вот так. И спит вот так. Я не смотреть не могу, если там встаю. Я тут накрываю его. Меньше одеяло на себя надену. Нет. Я... Сейчас я их заставляю обязательно. Особенно Лео. Но я говорю, обязательно надевай мне жару. Хочешь ты? Не хочешь? Мне жарко. Я говорю, ничего не жарко. Я говорю, а потом тебе холодно будет. Потом ты заболеешь. Потом не сможешь... Сейчас у моей сестрёнки, у старшей дочки. В среду день рождения. Осправлять они будут в субботу. Ну, с детьми, правда, пока. И я их повезу. Все к краю. Они сначала поедут на котов, на коньках будут кататься. А потом... Тортик кушать будут. Так как котов там у мамы, где мама живёт. И тортик вот это всё будет у мамы кушать. Ну, она с мамой когда говорила, что там будут выключать. Я надеюсь, успеем. Уже 20 минут осталось. Мы ещё даже не в нашем посёлке. А мне от дома только 20 минут ехать. Леон и Клянка полностью спит. Угу. Слава курочку доест. Дети в школе ели. Леон сейчас... У мамы тут у сестрёнки поел. Я тоже. Мама, Оль, ну останься. Я говорю, мама, мне детей забирать надо. Останься. Лена сейчас придёт, говорит, поговорить. Я тебе говорю, что вы уже с ней не общаетесь? Не разговариваете? Как-то у нас это выразилось. Ну, не то, что не разговаривали. Вы не понимаетесь или как-то так? Я говорю, ты чего? С чего ты взяла? Я говорю, очень хорошо даже понимаемся. Я говорю, Леон сзамен немножко простыл. Я не хочу, чтобы они сейчас там автобус ждали. Потом на автобусе приедут. Потом опять под дождём идти. Я говорю, я лучше заберу. Я так спокойнее буду. Да-да, конечно, правильно. Я говорю, ну вот, мне ехать надо. Я говорю, время. Дети же не будут там стоять ждать 3 часа. Пообщайтесь хоть с ней немножко. Я говорю, ну, я бы с удовольствием. Я говорю, до вечера бы там сидела и сразу бы общались. Лена была обрадовалась, конечно. Ну, что я могу поделать детей? Я говорю, ну что, Славу не может забрать? Я говорю, нет, не может. Слава отдыхает сейчас после работы. И потом, ну, кабину надо растопить. В субботу увидимся с Леной. Дети будут там справлять, а мы с ней будем болтать. Болакать. Вот, блин, ну никак не отойдёт туда. Сейчас буду до вечера ходить. Видите, слева такое белое здание. Это старинное, старинное. Ну, ну, конечно, уже это реставрировали. А снаружи так остаётся. Вот очень много таких зданий. Это как ресторанчик маленький сделанный внизу. Наверху, наверное, люди живут. Справа вот красный горит, да, шпаркаса. Ну, это банка. Слева вот синий флаг где-то. Это мой банк. Фолькспанк. Слева. Справа вот белое здание. Это отель. Вот тут вот эта улица, где я сейчас еду. Вот через неделю будет очень красиво. Особенно, когда вечером уже темнеет. И будет очень красиво всё гореть. На каждом столбу будет звезда висеть. И там вот это одно здание сейчас. Вот это вот полукруглое. О, я тебе палец. Ой, извиняюсь. Вот это вот. Там было такие красивые висеть наверху. Вот так полукругом будут висеть эти висюльки такие тоже будут светиться. Гирлянда такая красивая. Потом покажу. Когда они украсят сверху. Показываю. В следующем выходном. Ну, не в который час будут, а потом, через неделю. Будут всё украшать. О, ещё и не дай бог в пробку попадут, тогда точно успеем. Такси, такси, виси, виси, вдоль ночных, до новых, Мы ночи до снов, такси, такси, хочу в такси, я тебя обнять и поцеловать. Иногда у меня такое ощущение, что я таксистка. Вообще я бы с удовольствием, я у Слави когда работаю, сказала, я вот, не знаю, скажу, что дурная, но я обожаю ездить. Я с Славей говорю, я даже могу себе представить на красовой машине ездить. Я говорю, я бы выучилась с удовольствием и ехала бы. У меня папа на дочеку, у меня папа всегда ездил на КамАЗе, потом еще на какой-то бывшем машине ездил. А потом уже последние два года перед Германией он там на огромном тракторе работал. Но это я не видела. А на КамАЗе он часто с собой там брал, если бы там на день куда-то с утра уедет, и вечером уже домой ворачивается. И у нас каникулы были, тогда он нас брал, то меня, то братик, братом. Ездил. И я вот, я говорю, я могу себе представить на ЛКВшке ездить. Ой, ЛКВшка это вот грузовая машина. Особенно такие дальние рейсы. Ну, по Германии. За границу я бы не хотела, наверное. А так, по Германии. Едешь себе спокойно. Конечно, потом надо разгружать это все. Ну, разгружать тоже все. Кто-то зато машиной делает что-то. Мы сейчас уже скоро въезжаем в наш поселок. На 5-10 минут опоздаю. А вот будем сейчас написать, что я это... На светофоре остановлюсь и напишу, что заберу, чтобы вы не знали. Потому что я им утром, когда они уезжали, я говорю, я не знаю, успею я вас забрать или нет. Я говорю, посмотрите на свой телефон. Потому что включили, посмотрели, заберу я или нет. Смотрите, у нас еще листья не опали, а все так желто-красно. Вот сейчас прям осень-осень. Осенние уже некуда. Вот мороз ступнет, и все, и листья будут голые. Но пока что обещают на этой неделе тепло. 14 градусов, 14-15 градусов. Сегодня 3, ну сейчас уже 3. Было 4, сейчас уже даже 3 градуса. It's good? Yeah. Ладно, мы уже сейчас подъезжаем в наш поселок. А потом дальше я уже часто снимала дорогу от нашего поселка. Школу я часто снимала, когда подъедутся, с ним съездила часто. Так что... На этом, наверное, закончу видео. Так, думаю, больше снимать нечего. Лучше заберу детей, приедем домой. И все, и будем отдыхать. Ничего уж сегодня делать не будем. Будем все отдыхать просто. Ладно, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Такую серую погоду, дождливую. И слушал мою болтовню. И всем до следующего видео. И пока! Пока!